посмотрите пожалуйста внимательно вот на этот кроссовок видите это кроссовок купленной кстати уже 10 лет назад и в нем вот здесь если вы обратите внимание две дырочки видите вот раз два раз две дырочки это очень важно важно кстати возможно вы слушаете мое видео как аудио теперь это можно делать не только на ютюбе но и на спотифай платформу спотифай кто хочет найдите там шательман все будет поэтому тем кто слушает как аудио объясняю кроссовок сбоку две дырочки возле подошвы на кроссовке специально проделанные на фабрике еще одну вещь вам показываю тем кто слушает объясню вот это смотрите сейчас прямо от компьютера снимаю шнур от компьютера видите внимательно смотрим ведь вот это утолщение перед тем местом где зарядка ноутбука к нему присоединяется есть такое значительное утолщение специально сделанное вот еще одна вещь вам показать не могу расскажу на словах рубашка мужская мужская рубашка и сзади вот здесь сзади не внутри а снаружи сзади петелечка приделана к рубашке петелечка три вещи запомнили до кроссовок с двумя дырочками шнурок от ноутбука вот утолщение шнурка петелька на мужской рубашками а просто нет мужской рубашки я не хожу в мужских рубашках сами понимаете вот и там значит петелечка и четвертая вещь от организации объединенных наций оон вот четыре вещи четыре вещи почему я их перечислил вместе это не я это новый президент аргентины большой друг украинского народа милей милей опубликовал пост социальной сети twitter что вот четыре вещи про которые мы не знаем для чего они нужны ну такая пома милая шутка от милые четыре вещи про которые мы не знаем для чего они нужны дырочки на кроссовке снизу утолщение на шнуру на шнуре от компьютера петелечка на рубашке снаружи мужской и организация объединенных наций если вы хотите помочь президенту аргентины милею как-то разъяснить если вы знаете хотя бы про одну из этих вещей про организации объединенных наций при петелечку утолщение или дырочки на кроссовке для чего они нужны напишите пожалуйста в комментариях я милею потом общую общую картину составлю и как-то попытаюсь через общих наших аргентинских друзей на него донести эту информацию мне кажется очень мило пошутил товарищ милый а я сегодня всю ночь не спал но по хорошему поводу не по-плохому тревога в киеве началась только в 13 30 будь прокляты эти ишаки которые значит подняли в воздух миг и не позволили мне зайти в торговый центр подхожу к торговому центру тут бабах тревога взлетел миг да еще зараза сразу взлетел с заправщиком ил и я понял что ну все же мне при два часа стоять возле торгового центра тревога продолжается действительно по-моему до сих пор это продолжается да все как как положено так что мы на войне все это самое хоть и в талун но сегодня ночью нет тревога закончилась 14 46 простите она закончилась оказывается но всю ночь я читал наконец-то план победы план победы украины в этой войне написанный не фантазерами а председателями комитетов конгресса сша председателя комитетов конгресса сша он просто появился и был опубликован план победы в украине это республиканские значит комитеты составлен он как выяснилось план еще 15 ноября 15 ноября 2023 года а сегодня ночью когда в америке был день а у нас ночь он был публично представлен публично впервые опубликован до этого он ходил там у них как внутренний документ в обнародованном документе три комитета палаты представителей конгресса сша которые возглавляются американцами они разъясняют как собственно сделать так чтобы украина победила а счет кто все эти это очень важный документ вот мне кажется сейчас я вам все расскажу все подробности я уже читал и перевод и потом оригинал нашел скачал pdf файл все изучил впервые за все время вы сейчас это оцените когда я вам это прочту его отрывки из него представлю впервые за все время американцы составили комплексный такой полный документ публичный к тому же не где-то там секретных лабораториях публичный полный документ который оценивает деятельность соединенных штатов америки во время нашей войны причем начиная с 14 года даже не сейчас ну конечно более подробно с 22 все достоинства и достатки этой политики но они понятно не республиканцы они критикуют байдена но какая разница давайте смотреть на это сквозь некоторые такие украинскую до с украинской точки зрения и предлагают что делать что делать объясняют зачем причем объясняют не нам нам-то и так все известно объясняют американскому народу объясняют избирателям почему надо поддерживать украину каким способом как достичь победы для чего она нужна американца такого документа раньше не было простите были отдельные там статья в нью-йорк там статья там статья там доклад такого сингтенка такого сингтенка такого сингтенка где мы видели комплексный план опубликованный вот рассказываю рассказываю теперь рассказываю значит итак это подписан план тремя председателями комитетов предлагаемый план победы в украине его английское название пропуст план for victory in ukraine причем заметьте именно викторий викторий это когда такая тотальная победа одерживается виктори виктория да не то что мы там защитили преодолели смогли отстоять нет нет ребята виктори вот как у них виктори дэй 9 мая там 1045 8 мая извините 1145 года это виктори дэй вот эта великая огромная победа значит три председателя комитетов председатель комитета по иностранным делам палата представители конгресса майкл маккол ну слышали про такого человека я уверен председатель комитета по делам вооруженных сил майк роджерс и председатель комитета по вопросам разведки майк тёрнер вот интересно да вот майкл майк майк ну вот все таки мы умеем правда вот мы умеем мы умеем кстати это уже так я столько работал над этим планом всю ночь я практически пострадавший сегодня я думаю что мой труд должен быть высоко оценен вами и просто в качестве какой-то моральной компенсации мне вы обязаны подписаться на канал жетельман если вы что не подписаны поставить лайк если вы подписаны потому что вы знаете я сплю шейтальмонометром вот я сегодня в обнимку шейтальмонометром всю ночь читал этот план и что и что я видел на шейтальмонометре ничего 327 даже показывать вам не буду стыдно он коту стыдно было мимо прошел хвостиком махнул 327 тысяч по прежнему ну подпишитесь уже перейдите по ссылке подпишитесь но мы двигаемся дальше так три майкла план трех мать и бывает три тенора здесь три майкла три майкла представили нам этот план на обложке этого плана вы можете увидеть на заставке к этому видео кто может еще не видел коллективное фото современных диктаторов путина сиденьпиня хаминеи и лукашенко ну тут еще не хватает ким чанына но они видимо когда писали еще не знали что ким чан им поставил россиянам баллистические ракеты которыми они уже стреляют по харьков и так в этом плане есть пять разделов угроза предлагаемый план победы надзор распределение поддержки и хронология смертельных проволочек байдена с предоставлением оружия украине я значит этот план вам представляю не для того чтобы критиковать байдена у них там свои внутри политические задачи у республиканцев естественно и мы не можем их за это осуждать но мы байда не осуждаем байден безусловно большой друг украинского народа спорить тут я думаю никто с этим не будет итак значит во первых начинают они с того что сравнивают вот нынешнюю полномасштабную российскую агрессию ни много ни мало извините это кот возбудился от кроссовка и теперь нюхает его коты наркоманы и сейчас ему кину этот кроссовок на нюхай вот здесь если хочешь значит сравнивают это ни много ни мало с нападением на польшу 1639 года когда на нее напала германия и советский союз одновременно вот так вот вот так вот вот такое сравнение то что мы получили сегодня это по мнению конгрессменов вот этих трех влиятельнейших людей это сравнимо с той агрессии то есть с началом второй мировой войны по масштабу это так дальше значит в чем они на самом начале упрекают байдена самого начала в том что когда войска россии уже подошли границы то есть до начала вторжения я президент байден не наложил никаких санкций на россию дополнительных за саму подготовку к вторжению то есть за саму угрозу вторжения не наложил санкций когда уже было понятно что вот они подогнали войска нет может быть не знали что на атакует россии или нет но по мнению этих республиканцев из-за того что байден не наложил эти санкции это дало сигнал россиянам что можно нападать ничего страшного не будет подход подход еще я сейчас не пытаюсь быть на стороне республиканцев я зачитываю их доклад который мне кажется просто полностью на руку украине полностью совпадает с позицией украины по множеству пунктов дальше обвиняют также байдена в том что он не поддержал не про не поддержал как бы это сказать не продолжил усилия трампа по запрету не в газопровода северный поток 2 частности пишут в этом докладе когда байден встречался с путина в женеве помните это было там за год на мда до войны но может меньше то он ради этой встречи отменил поставку вооружения украины ту которую запланировали при трампе какие-то оказывается партии вооружений не пошли нам ради того что байден смог встретиться с путина в женеве вот такие интересные подробности значит сейчас 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 дальше значит в этом же докладе я просто вам куски выхватываю оттуда чтобы вам все это не подряд говорить есть разные у них такие большие жирные цитаты выделены все наши враги смотрят на нас говорят они в этом докладе если байден не может остановить талибан иран и или путина заметьте через запятую он не может остановить талибан иран или путина то как он остановит си дзиньпиня понимаете да чем доклад что мол китайцы тогда как на это смотрят почему нам эта фраза понадобилась и почему она для нас хорошо а вот это очень хорошо ложится мне кажется прямо для американского избирателя американский избиратель как раз таки точно знает что китай его враг он может не точно знать что россия враг то что китай враг знает точно и когда ему говорят что благодаря тому что не смогли победить талибан иран и путина из-за этого усилился си это работает мне кажется на избиратель дальше смотрим что еще в этом докладе такого мантра байда напишет они о поддержке украины цитируют дальше они столько сколько потребуется это говорят эти три представители комитетов проигрышная стратегия эти представители конгресса убеждены что президент байда должен представить план победы план победы который заслуживает доверия и предоставить украине оружие необходимое для победы как можно скорее в том числе самые дальнобойные варианты ракеты атакам нужны на 300 километров а не на 160 в том числе самолеты f-16 достаточное количество кассетных боеприпасов артиллерии средства в обороне техники и так далее там в частности они пишут в анализе что байден только спустя очень много времени предоставил кассетные боеприпасы а если бы он их дал раньше когда россия была плохо организована плохо окопалась можно было просто перебить как куропаток этих россиян на оккупированных территориях в огромном количестве вместо этого ждали и поэтому эти снаряды да работают безусловно но какова была бы эффективность можно было бы уничтожать не по 1000 оккупантов в день а по 3000 оккупантов в день это уже от себя тяно простите они там цифру эту не приводят но цифра там напрашивается дальше собственно собственно говоря как это ни странно они предлагают сам план план у них состоит не из двадцати восьми пунктов из трех ван ту фри айтс вайдрай ум дождь трэш до 1 2 3 и не церва да да не это я уже не то меня понесло не туда извините да значит три пункта такие и пасту виктори фору украин потребует то есть дорога к победе украины потребует три вещи первое поставить критическое оружие для украины причем с необходимой скоростью второе усилить санкции против путинского режима и третье передать украине замороженные российские активы 300 миллиардов долларов дальше они там у нас много наших там друзей в америке уже как говорят выражали сомнения в том что в украине мол все разворовали это но это русская пропаганда пишет такое там американцы такого никак не говори но тем не менее опасаются коррупция ведь и так далее вы сначала повезете коррупцию потом мы вам поможем мнение не пишут эти три председателя комитетов конгресса почему я такое большое внимание уделяю этому это потому что это первый план победы украины представлен на западе первый мы видели тысячу и один сто пятьсот планов установления мира как отдать россию оккупированной территории план илона маска папы римского китайского руководства итальянских газет ну просто вот только хотя и они тоже показывали эти из африки правильно мирный план свой тоже привозили а план победы впервые нам за границей показывает мы-то свой имеем но они показывают впервые так вот и да и скоро ведь будут именно в конгрессе рассматривать вопрос помощи теперь вот эти все люди которые написали этот план они что будут голосовать против помощи на это как интересно это как интересно они будут голосовать против посвящен целый раздел тому как надо наблюдать как надо контролировать выделенные средства да пишут они республиканцы из конгресса будут следовать последовательно последовательно следовать правда будут продолжать следовать принципа прозрачности и полного учета той помощи которая предоставляется и дальше они говорят инспекторы такие-то и такие-то инспекторы сша инспекторы из юэсей да не нашли ни одного серьезного нарушения ни одного случая воровства или кражи ни одного случая неверного или не целевого использования помощи которые соединенные штаты украину оказали украине не обнаружили ни одного проведено 96 различных аудитов более чем двадцатью различными американскими государственными агентствами для того чтобы промониторить всю эту помощь и из этих 90 проверок 96 проверок 39 закончены и не обнаружено ничего остальные продолжаются то есть это такие перманентные проверки ничего ничего дальше они подчеркивают интересную историю о том что кстати как выяснилось это я вам три дня назад помните рассказывал вам проценты и говорил какая из стран какой процент от ввп выделила в качестве помощи украине что на первом месте литва на втором эстония кстати сегодня президент украины зеленский в эстонии он прям как будто по этому списку идет да он сначала поехал в литву за что не самый высокий процент ввп предоставленные украине на втором месте эстония в этом списке и на втором месте зеленский поехал в эстонию по идее завтра должен в норвегию но мы же понимаем что он скорее всего что не в норвегию завтра полетит а в другую совсем страну так вот оказывается вся эта таблица была взята из этого из этого доклада там же не было указан источник были название комитетов какие-то мне ни о чем не комитет и чё комитета теперь я понимаю откуда уши росли так все эти цифры взяты из этого самого американского доклада республиканцев и вот американцы говорят не как бы приходит в ужас от того что они получается мало помогают они пишут о том что вот эта помощь военная которая оказывается 44 миллиарда долларов оказана военной помощи украине со стороны соединенных штатов всего лишь 44 миллиарда долларов для сравнения германии 20 миллиардов предоставила и они говорят что это и есть наш это инвестиции в нашу национальную безопасность в американскую национальную безопасность это составляет всего-навсего 3,9 процента от военного бюджета сша всего-навсего зато мы за 3,9 военного бюджета сша смогли пишут они уничтожить вывести из строя так скажем 300 тысяч российских военных то есть они тоже соглашаются с цифрой 300 тыс они не пишут уничку убили они пишут кежул тис да то есть как бы это непонятно убитые и тяжелораненые или что это и означает и это они считают большим достижением они считают что это и есть большое достижение цитируют они кстати по этому поводу что интересно рональда рейгана прямо в этом докладе как эпиграф вино он ли а вы only to well that war comes not the forces of freedom are strong but then they are weak то есть что война наступает не тогда когда сильные силы свободы а тогда когда они слабы когда тиран видит эту слабость об этом сообщил рональд рейган еще в 180 году и вот это цитируется в данном докладе что еще содержать но сейчас попробую вам что-нибудь очень важное отсюда найти ну про и предысторию них там рассказывается начиная с вывода войск из афганистана мы сюда лезть на с вами не будем да они еще сравнивают следующие показатели что всего помощи со стороны сша и других стран всего это имеется и военная и не военная помощь то есть военно-экономическая гуманитарная всего это сто восемьдесят четыре миллиарда долларов получено украиной из них 40 процентов предоставила сша 60 остальные стран это я к чему что даже если когда-нибудь какой-нибудь плохой будет президенту сша решит заморозить помощь 60 процентов у нас остается до 100 процентов у нас остается отдельно они расписали что по экономической помощи по экономической 66 процентов получено других стран 34 от сша она получена а вот военной помощи 56 процентов от сша 44 от остальных но я всегда говорю что самая большая у нас угроза это если мы потеряем именно военную американскую помощь если финансовую то есть кому ее компенсировать от военную некому дальше они описывают вот этот целый список того где же собственно администрация байдена опоздала с выделением нам помощи выделение нам каких-то вооружений причем начинают издалека еще с обама байден то есть когда байден был вице-президентом как он неправильно реагировал на оккупацию крыма что не было сделано там никаких военных поставок в результате и только в семнадцатом году трамп впервые поставил летальное оружие то есть джевелины украине дальше что еще тут такого простите пожалуйста да про женеву я вам уже рассказал ну а дальше вот то как мы дошли как пишут они дошли до жизни такое что сначала германия предоставила леопарды 2 и только спустя много месяцев уже после того как закончилось фактически контр наступление украины приехали абрамсы то есть все оказалось правдой все факты которые приводились оказались правдой что вот эти g lsdb ракеты какие-то до ground launch small диаметр бомб что они только будут поставлены в 2024 году что атакамсов меньше чем нужно и тоже они только сейчас подъезжают достаточно поздно и так далее и так далее и так далее то есть они выражают такую большую критику вот этой политики ну и еще раз снова вернусь к тому что собственно предлагают эти три джентльмены точнее их комитеты а это ведущие наверное комитеты конгресса они предлагают простой план для победы украины кстати еще из забавного вот эту группу тиранов которые против нас воюют северокорейскими но они в данном случае ставят в один ряд путина си и камены они называют анхоли альянс не священный альянс потому что был священный альянс если вы помните священный союз куда россия когда-то входило там 19 век в европе такой был священный союз а это не священный союз то есть как бы анти священный в каком-то смысле союз ну и наконец повторюсь три пункта которые предлагают этот этот вои это не мирный план это план победы вот военный план наконец-то военный план это поставить достаточное оружие и в нужной службе с нужной скоростью в любом количестве второе это усилить санкции против путинского режима и третье перевести украине 300 миллиардов долларов замороженных средств я считаю что это блестящее просто новость для нас то что вот это опубликовано она пока всеми недооценено судя по всему а нам следовало бы ее дооценить понять насколько в ближайшей неделе она окажет влияние и на ход голосования в конгрессе по поводу выделения нам помощи и она окажет влияние кстати я уверен на предвыборные все истории в сша потому что это будет активно используется время выборов и байдену под таким давлением извините республиканцев он не будет говорить но я так и планировал ничего не сделать под таким давлением он будет быстрее больше нам помогать а республиканцы не смогут голосовать против то что они сами вот это сказали и вот под этим подписались вот такие летные люди это не блумберг сообщает это не политику опубликовал новость это не авторская колонка в нью-йорк таймс это документ между прочим документ тот самый план победы которого требовала безуглая помните безуглую безуглая ее зовут никогда у тебя про меня ничего не говорил кроме как специально когда спрашивали и вот символично безуглая помните требовала ягод требую плана плана победы где план покажите и вот его показали безуглая тут же утром ночью заявили утром сегодня читаю безуглая заявляет что все выходит из фракции и из партии слуга народа написала заявление на выход из фракции и партии слуга народа пишет слабая фракция и партия в войну мне не нужны я лучше сама одна всех победил но этого нет эту я уже от себя снова добавил остается при этом народным депутатом от своего округа от которого она избиралась киеве так понимаю но из партии вышло то есть вот так они боролись боролись вчера весь день за то чтобы сохранить каких-то комитет комитетчиках начали замов начальников комитета партии слуга народа смысле боролась а безуглая взяла и сказала у меня все партии не нужно все вы засранцы вот посмотрите у американцев какой план это снова я от себя добавляю но если серьезно то в верховной ради сегодня должен был рассматриваться законопроект о мобилизации и вот пришла новость последнюю минуту перед моей записью что решили не голосовать этот проект а отправить на доработку в правительство руководитель фракции слуга народа витара хами говорит по результатам совещания законопроект возвращается инициатору одновременно передаем предложение наработанные на комитете и в рабочих группах нас состоялась сегодня закрытое заседание с военным командованием и заседание согласительного комитета присутствовали залужный начальник генерального штаба сергей шаптала министр обороны умеров руководство верховной рады главы фракций и комитетов и законопроект 10 378 вот этот вот уже ставший в каком-то смысле к сожалению легендарным но очень важный и действительно затрагивает всех в этой стране в украине поэтому поэтому вокруг него так много всего и это правильно скорее чем чем он бы молча и по-тихому был принят как в россии да значит по словам руководителя фракции слуги народа нардепы понимают запрос военного командования готовы идти на встречу но не все нормы могут быть поддержаны какие-то положения прямо нарушает право человека какие-то не оптимально сформулированы так что будут они что-то переформатировать но при этом арахами оптимист в том смысле что как он заявил все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации приятно слышать такие вещи в отличие от того что сказал борис джонсон борис джонсон вспомнил обвинение самого себя то есть обвинение джонсона в том что якобы он сорвал мирные переговоры между россией украиной что он приказал украине воевать они договариваться с россией и сказал ведь полный это все ерунда то что вы тут такое говорите и это чистая российская пропаганда это не больше чем ерунда и российская пропаганда сказал он в интервью газете таймс ну видите ли почему он сказал что это российская пропаганда потому что видимо он то сам джонсон до него это дошло как слова марии захаровой которая говорила что вот в москве обратили внимание что дескать это все джонсон так далее но она не знал что первоисточником то является тот самый давид арахами который сказал свое время в интервью что это оказывается приехал джонсон и сказал давайте воевать перестаньте с ними договариваться вот такой есть нюанс то есть получается как бы что джонсон косвенно обвинил арахами в таком тяжком грехе ну мы обвинять никого ни в чем не будем но согласитесь хорошо бы в этом вопросе когда-нибудь разобраться и когда-нибудь расставить точки над и но мне кажется что есть человек который точно знает ответ на вопрос участвовал ли джонсон в каким-либо образом вообще в переговорах между украинской и российской делегациями прямо или косвенно участвовали и это единственный человек который мы поверим когда это скажет потому что уже извините уже медицинский ничего подобного мы вообще ведь но арахами горит к нам джонсон сказал не подписывать а россияне ничего не хотели в общем готовы были уйти полностью с наших оккупированных территорий только глава чтобы в нато не вступали на что медицинский который возглавлял противоположную делегацию ничего подобного мы еще хотели чтобы вы крым признали что наш российский крым джонсон где вообще ничего такого не говорил ответ знает только ветер нет ответ знает еще президент украины я думаю который возможно вмешается и расставит точки над и в этом тоже общественно важном вопросе чем раньше мне кажется тем лучше но я не знаю может быть может быть после войны она это сделает но после войны точно сделает а война пока продолжается война пока продолжается к сожалению по очередному удару подвергся харьков очередные баллистические ракеты попали в парк отель там этот момент находилось 30 человек пострадало больше десяти сколько погибло сколько раненым не могу сказать так я до конца и не понял то что там я так продолжают спасательной работы среди пострадавших это представители сми журналисты из турции и из грузии они 202 журналисты из турции один гражданин грузии уже проведено расследование сначала думал что северокорейская ракета подумал ну вот теперь еще северокорейцы воюют с турции грузии нет это было российского производства ракета с 300 мне одна девушка написала в качестве упреков письме мне через фейсбук что вы говорите что в прошлом году нас обстреливали раз в неделю не знаю кого нас а нас вот в харькове обстреливали прошлом году каждый день зимой да простите был неправ я конечно имел ввиду вот эти ну как полномасштабные да ну смысле обстрелы когда сотни больше сотни ракет одновременно тяжелые стратегические бомбардировщики вы помните на такие были раз в неделю примерно тогда прошлой зимой а харьков до обстреливался отстреливается каждый день наверное тогда той зимой еще тяжелее было запорожью даже чем харьков и сейчас не знаю кому из вас легче никому не легко в любом случае не харьковы не запорожье к сожалению рас STEVEN продолжает свое черное дело продолжают уничтожать мирные города продолжают убивать верных людей харьков и в запорожье за то что они отказались быть россиянами вот еще один человек погиб за то что отказался быть россиянином это житель черниговской области это тоже абсолютно мирный житель, ни в чем не повинный, прямо скажем. Значит, этот человек, он вез, он работал водителем школьного автобуса в селе в Черниговской области, и он подвез своего ребенка на автобус в Семеновку, возвращался домой, в Костобобров, а там зашла диверсионно-разведанная группа россиян между селами Гремячка и Леоновка. Они зашли, увидели автомобиль гражданский, ну, конечно же, расстреляли. Это же россияне. Когда российский военный видит гражданский автомобиль, он тут же начинает в него стрелять. Мы это знаем. Мы вчера, позавчера видели эти кадры на телеграм-канале Невзорова, которые выложены. Это кадры были еще тогда, с начала войны, с 22-го года, как под Киевом на Житомирской трассе россияне расстреливали, русские солдаты и офицеры расстреливали мирных жителей, женщин, детей, просто в машинах. То вот сейчас они продолжают заниматься ровно этим же, вот эти диверсионно-разведанные группы. Еще одно преступление в бесконечном уже, в конечном, на самом деле, списке преступлений. Вот я сейчас сам сказал бесконечный, сам себя поправлю. В конечном списке, это важно говорить, потому что в этом списке есть конкретные имена. Каждое имя написано кровью, мы его запомним, отметим, выпишем и будем преследовать этих людей до конца их жизни, пока не поймаем и не уничтожим в обязательном порядке. Нет, ну те, кто сдастся, те будут судить их, никто не будет уничтожать, мы предлагаем им сдаться или же россиянам предлагаем выдать их на справедливый украинский суд. Война продолжается, 830 вчера уничтожены россиян на фронте, 12 танков, 22 БМП, 25, нет, 15, извините, артиллерийских орудий, 21 грузовой автомобиль, в общем, в общей сложности 40, 50, 60, ну где-то 80 единиц тяжелой техники. 80 единиц тяжелой техники и в России дефицит вооружений. В России дефицит вооружений, об этом заявил сегодня президент Зеленский, который, как я уже сказал, находится сегодня с визитом в Таллине, в Эстонии. Выступил там президент Зеленский в Таллине, вот что он сказал. Значит, ему кто-то там предложил, спросил, задал вопрос о том, не нужно ли сделать паузу в военных действиях, потому что пауза пошла бы на пользу Украине, в частности, в вопросе накопления оружия. Спросили у Зеленского на брифинге. Вот что ответил наш президент. Зачитываю. Что касается паузы. Пауза на поле боя на территории Украины, это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать Российской Федерации. Почему? Потому что мы понимаем объемы, сколько чего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки, и мы видим, что им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и с артиллерией, большой дефицит с ракетами тоже. Видите, это ответственные слова Зеленского, мы, безусловно, ему обязаны доверять в этой ситуации. Мы, когда рассказывают, что они там перевели экономику на военные рельсы, перевели, и все равно им не хватает. Ну, потому что надо помнить, что это не Советский Союз. Вчера у меня только была дискуссия с моим другом на эту тему, который очень, ну, хорошо достаточно разбирается в военной истории, и стали мы с ним обсуждать. Вот он говорит, он сейчас приехал в Киев, и говорит мне, вот у него здесь какой-то офис, я так понимаю. Говорит, многие люди из Харькова у нас, и они боятся, что россияне могут в Харьков зайти и так далее. Я говорю, ну, как они могут зайти в Харьков технически? И стали мы с ним вспоминать, и вспомнили, что во время Второй мировой войны Советский Союз мобилизовал, мобилизовал 34 миллиона человек. 34 миллиона. 34 миллиона. И поэтому мог производить вот такие войсковые операции, какие-то Харьковы освобождать, ну, тогда это было освобождать и так далее. 34 миллиона. В России столько всего нету мужчин трезвых. К тому же тогда Советский Союз мобилизовывал людей, которые до этого отслужили срочную службу. В два-три года. А сейчас в России какая срочная служба? Они все откупались до этого бесконечно. К тому же тогда мобилизовывали людей, которые часть воевала в гражданскую войну и умела воевать, поэтому остальные работали в колхозах, поэтому умели управлять тракторами. Сегодня в России кого мобилизовывать? Никто никогда не работал. Они только бухают, сидят, нефть продали и бухают. Тех, кого могли, тех мобилизовали, тех, кто умеют управлять трактором, бронетранспортером и так далее. Поэтому такой полномасштабной войны-то Россия, такой войны в духе Второй мировой они вести не способны. Просто им нечем. Они не Советский Союз, они всего лишь огрызок, который называется Российской Федерацией. Дикая Сибирская Республика. Зеленский подчеркнул, что не случайно Россия имеет большие закупки шахедов из Ирана, а также пытается договориться о поставках ракет. Не случайно Россия получила уже более миллиона артснарядов в Северной Корее, а также некоторые ракеты. Почему они это делают, говорит Зеленский? Потому что они не успевают. Потому что их склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли всем нашествием и с большим количеством всего, что у них было накоплено. То есть накоплено-то было Советским Союзом, а не россиянами. Это не россияне произвели. Россияне ничего не делали, курили бамбук. А сейчас эта пауза, еще раз говорю, это не просто замороженный конфликт, это пауза, которая поможет агрессору. Они не успевают. Да, при этом, говорит Зеленский, журналист прав, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но тем не менее, мир помогает Украине, а у России дефицит. И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу, спрашивает Зеленский в риторический вопрос. Дать 2-3 года России, но она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И слава богу, что все это решается на территории Украины. И поэтому паузы в пользу России точно не будет. Подытожил Зеленский. Поддержал Зеленского тут же, кстати, президент Эстонии. Прямо тут же выступал, видимо, на том же брифинге. А Лар Карис, простите опять, если я еще и здесь, ударение неправильное, но вот с эстонскими ударениями я знаю по-эстонски только Терре и Лусикас. Больше ничего не знаю, никаких слов. Два слова всего знаю. Здравствуйте и чайная ложечка. Терре и Лусикас. Значит, Алар Карис, что он сказал? Алар Карис, Алар Карис. Не во время официальных, а на неформальных встречах в Куларах поднимают, говорит, тему перемирия, чтобы узнать настроение. Но наш ответ такой же, как дал президент Зеленский. Мир будет тогда, когда Украина победит в войне. И видите, не только, как сказал президент Зеленский, не только, как Карис, но и как написала целая группа республиканских конгрессменов. Виктори, Виктори нам нужны. Виктори. Карис отметил, что давление относительно переговоров не достигнет успеха, пока в Европе и вне ее есть единство среди союзников. При этом он добавил, что есть группа интересов, которые пытаются разрушить это единство. Некоторым странам нельзя позволять разрушать это единство. Резюмировал Карис. И тут же я перехожу для вас к следующей новости. К новости про Карлу. Господи, Карлу, что у меня понесло? Карлу Мелони. Джорджу Мелони. Я знаю, почему у меня Карла Мелони. Потому что Карл Милон был такой баскетболист в NBA. Так вот, Мелони, она не Карла, естественно. Была Карла Бруни. И Карл Милон. А Мелони, наша премьер-министра Италии любимая, она Джорджия Мелони. Она, как раз, пытается сейчас договориться с Орбаном. Ну, это, видимо, про него говорил президент Эстонии. Про Орбана. Чтобы он перестал тормозить решения в поддержку Украины в ЕС и улучшил отношения с Киевом. Ну, вот такого пытается добиться Джорджия Мелони. Значит, как она это пытается добиться? Не бесплатно, не бесплатно. Но, в отличие от россиян, она не собирается давать, естественно, взяток никакому Орбану. Она предлагает партии Орбана, а партия называется Фидес или Фидес. Я не знаю, ну нет здесь ударения. Ну, ставьте уже все ударения, чтобы я не ошибался. Короче, партия то ли Фидес, то ли Фидес венгерская. Карла Джорджия Мелони, простите, предлагает Орбану со своим вместе партией войти в объединение «Европейские консерваторы и реформисты перед грядущими выборами в Европарламент». Объясняю, что все это означает. В этом году выборы в Европарламент, и там система такая, что выборы проходят в каждой стране отдельно. Когда мы скоро вступим с вами в Евросоюз, нам тоже будут предстоят выборы в Европарламент на территории Украины. нам будет выделена некая квота, пропорционально населению, кстати, от Украины будет какое-то количество европарламентариев. Ну, сколько это будет? Чек, сейчас вам скажу, я так сходу не знаю, наверное. Ну, человек 30, может, европарламентариев от нас будет. Не знаю, надо будет проверить. Точно не скажу сейчас. Это пропорциональное население выделяется. Например, от Латвии, по-моему, 6. Сейчас было 7, сейчас, по-моему, 6. От Мальты, там, по-моему, 2. А вот, скажем, от Украины, так как население больше, то будет человек 30. И вот партии, участвуют партии. Соответственно, в результате, там, например, 5 человек представляет вот партию «Слуга народа» в Европарламенте, 3 человека там «Европейскую солидарность», не знаю, 2 человека в партии «Голос» и так далее. Но дальше же как получается? От каждой партии пришли, от каждой страны, извините, пришли депутаты. А дальше эти партии начинают организовывать союзы. То есть, вот партия, например, «Слуга народа», ну, не знаю, давайте возьмем партию «Европейскую солидарность». Это партия «Правая» такая, да, «Правая» и достаточно с консервативными ценностями, в смысле, религия, как вы помните, армия, мова, вира, так, консервативные ценности. Она может взять таких же консерваторов, ну, не знаю, кого для примера вам привести, ХДС, ХСС в Германии и вступить в их блок. То есть, партия «Европейская солидарность» в блоке с ХДС, ХСС, скажем. Не только, не вдвоем, а и так из каждой страны, вот 28 будет стран в Евросоюзе, и из каждой страны в этот блок вступает по одной-две партии. Вот это то, что Джорджа Мелоне предложила партия Фидес, чтобы ее партия и партия Фидес образовали единую группу, и это, конечно, улучшит их позиции внутри Европарламента. Интерес Мелоне заключается в усилении представительства вот этого самой группы, потому что ее партия называется «Братья Италии» в Европарламенте нового созыва на фоне общего роста рейтингов правых. Сейчас группа имеет 62 евродепутатских мандата. Это 8,2% от всех евродепутатов. Ну, вот такой прием нашла Мелоне, чтобы уговорить Орбана на то, чтобы он в обмен за это поддерживал бы Украину. Ну, что, молодец, слушайте, человек пытается, человек старается, так же, как президент Эстонии. Но, что интересно, в это же время в Италии, в это же время где-то в Италии, увидели, понимаешь ли, значит, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто увидел сигналы от России и Украины, что настало время для дипломатии проложить путь к миру. Об этом рейтер сообщил. Я такой сразу, что еще один? Туда же, к Папе Римск? Это к Папе Римскому. Это к президенту Юар Ромофосе. Это к Бразилии. Это к товарищу Ли, потерянному нами, представителю Китая. С очередным мирным планом влез министр обороны товарищ Крозетто. Настало время для острой дипломатии, наряду с военной поддержкой, потому что есть ряд важных сигналов, поступающих с обеих сторон. Заявил товарищ Крозетто. То есть, хотя бы он не отрицает, что военную поддержку надо продолжать. Все это необходимо учитывать, но пойти к переговорам с целью прекращения конфликта и для дальнейшего процесса нормализации отношений не только России с Украиной, но и с западными странами. Тут же он в наши какие-то дела влез. В Украине внутренний фронт, похоже, уже не такой единый, как раньше, в поддержке политики президента Зеленского, чтобы подчеркивать некое разногласие в политическом дискурсе. Ишь, какой, живенький какой. Но, к счастью, к счастью, начал он за упокой, закончил за здравие. Товарищ Крозетто выступал в итальянском парламенте. Он сказал следующее. Полная территориальная целостность и признанные границы Украины остаются целью для всего мирового сообщества. То есть, он имеет в виду, что да, надо идти к миру, но только исключительно через восстановление полной территориальной целостности Украины. И, кстати, перед этим Совет Министров по просьбе того же самого Крозетто, министра обороны Италии, Совет Министров Италии поддержал еще на год полномочия, которые позволяют правительству оказывать военную и военно-техническую помощь Украине. Вот такие дела. Ну и заканчивать мы сегодняшний выпуск будем московскими новостями. Свежие московские новости. Как же без них? Новостей всего лишь три. Но я люблю напоследок оставить три. Ну, начну с главного. То есть, с Путина. Путин, как вы вчера уже знаете, побывал на Чукотке. Со вчерашнего дня, благодаря вам не знаете. И тогда я, помните, начал, поднял вопрос. Сможет ли Путин все-таки не только отсидеться в теплице? То есть, приехать на Чукотку впервые в истории своего правления, за 23 года впервые удосужился посетить Чукотку, и при этом отсидеться в теплице, так себе темочка, да, с огурчиками, помидорчиками. Зачем тогда на Чукотку лететь? На Чукотке минус 30, а он в теплице заседает. В теплице, сука, да? В теплице. Вошел в девице по ягодице, а коса на улице. В теплице. Мне, кстати, написали, мой любимый зритель из Огайи, который приветствует меня каждый день в комментариях, написал, ну вот, в Америке же тоже президенты не ездят в Аляску. Ездят, я проверил. Ну, правоуважаемые зрители из Огайи, я проверил, я не знаю. Я вот просто проверил список поездок прошлогодней Байдена в Википедии, там три визита на Аляску. Три, три. За что купил, зато продаю. Так вот, Путин так и не решился отморозить свои дешевые яички. Это последние дешевые яйца в стране, сказал Путин, и наружу так и не вылез. Не вылез наружу. Вместо этого в очередном подвале, в одном подвале он трогал огурцы, а в другом работал языком. Да. В смысле, чукотским языком. Его обучали чукотскому языку, его пытались научить каким-то словам чукотского языка, он начал мудро задавать вопросы. И тут я подумал, ах ты, сука, думаю. А что это получается, что он, значит, будучи президентом России, не знает языков собственной страны? Это вообще-то язык их народа, чукотского, русского. Это же русский. Это же русские. Он же говорит, что мы все тут русские, правильно? Один народ. Вот они там все в России. А вот как он может не знать татарского Путина? А он не знает ни татарского, ни чукотского. Правда же? Ни бурятского не знает, ни якутского. Как? А чем он занимался 23 года? Человеку, который руководит этой страной, что это за чушь вообще? Не удосужился выучить даже здрасте сказать не может на чукотском. И при этом нас учат по языковому вопросу, понимаешь? Украину обучает языковому вопросу. Не выучив языки своей собственной страны. Уверяет нас, что здесь, в Украине, должны знать чужой язык. Язык их страны. А чукотский мы обязаны знать тут? Мы обязаны давать чукотские школы открывать в Украине или как? Они будут с нами воевать за то, что у нас нет чукотских школ или их мало? Ну получается так, да? Будут ведь? За то, что у нас бурятских школ маловато. Тоже они будут на нас бомбить? Ученицам младших и особенно старших классов запрещается появляться на вокзале, особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Помните, откуда эта фраза нет? Ну может ветераны, такие как я, умудренные опытом, помнят, что это из фильма «Безымянная звезда» про маленький городок, через который проходит все время поезд Бухарест-Синая, но он не останавливается, а то проходит мимо. И это главное светское мероприятие города – приходить на вокзал и смотреть, как едет поезд. Все нарежаются красиво и смотрят, потому что из поезда же на них смотрят люди на этой станции. «Безымянная звезда». Там живет 8 тысяч человек на этой станции, в этом городе. И вот каждый день учительница начинает урок с того, что ученицам младших и особенно старших классов запрещается появляться на вокзале, особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. К чему я это вспомнил? К тому, что Путина встречать вышли жители Якутска, ну сколько не Якутска, а этого Анадыря, извините, столица Чукотки, Анадыря, вышли на минус 30, стояли, стояли, а он проехал без остановки мимо них, как дизель-электропоезд, а они-то наряжались в лучшие тулупы, отморозили себе то, что Путин не отморозил, а он просто проехал мимо. Прямо это, никак я не могу забыть одну Тургеневскую фразу, одну Некрасовскую фразу, поэтому можешь ты не быть, но гражданинам быть обязан, но я другую Некрасовскую фразу сразу вспомнил. Помните, барина все нету, барин все не едет. Вот приедет барин, барин нас рассудит, так думали жители Анадыря, 23 года, 23 года они ждали, когда приедет барин, барин их рассудит. А старого отпели, новые слезы вытер, сел в свою карету, уехал в Питер, я думаю, все выучили это стихотворение в советской школе, так что зря они на такую историю рассчитывали. Следующая небольшая новость из России, это то, что просрали все полимеры наконец-то, после небывалого успеха, после того, как россияне сделали былью сказку о том, что бомбить Воронеж, они действительно разбомбили Воронеж на прошлой неделе, вспомнилась другая поговорочка русская народная, просрали все полимеры, наверное, вы слышали. И вчера в Москве просрали все полимеры, полностью спалили в поселке Обухово в Подмосковье завод по производству полимерной продукции, 8 тысяч квадратных метров, заняла площадь пожара. Кто спалил, мы говорить слух не будем, но россияне-то просрали, просрали все полимеры вслед за тем, как разбомбили Воронеж. Ну и последнее, шутка не моя, сразу говорю, что это я кого-то цитирую. Это вдогонку скандалу с тому, как мощи покупал владелец клуба, помните вот этого, где голая вечеринка Ивлеевой была. Пишет человек в своей соцсети, прикиньте, это он пишет про вот этого мощи, кого были, мощи были Николая Чудотворца, правильно, или кого я забыл уже, не Николая только, Николая, чудотворца, короче. Прикиньте, говорит, про этого Чудотворца, пишет он, всю жизнь творить чудеса, стать святым, чтобы через 18 веков московский жлоб откупался кусками твоего трупа от попов и ментов, потому что у него в заведении кто-то на хрен носок натянул. Ну это действительно вся Россия, вся Россия состоит из этого. Пока, подписывайтесь на канал Штурман, ставьте лайк, прощаюсь с вами.